так всем привет привет ну вот мы и дождались финала командного турнира по тетрису и встречается у нас команда в эндерфита и джеймейкера они будут играть слева на беднафине справа у нас команда базы кай сан марина и будут справа как вот на на стопе опять у нас будет борьба эмуляторов в этот раз мы стартуем третьего уровня и играть будем до двух побед также я решил чтобы они будут играть без музыки вроде как команда это приняли будет музыка будет от стрима идти звуки будут естественно из игры идти музыку я буду в как фоном включать свою вот вот так долго мы собирались вчера у нас не получилось собраться так как базы к уже кайлыч не заплатил за интернет да и вообще забыл это сделать забыл что это что вообще надо заплатить за интернет кстати кстати кайлыч можно как раз на skype переключиться самое время да давай так давай звони короче проще нам с языка по skype сейчас связаться потому что если этого не сделать логика ты похож на маньяка так все отлично так и вот мы переключаемся на ваши два экрана сейчас я звук включу от ваших эмулятора включил так ну чё готовы народ так и да можете ресетить ресепти так выбираем кооператив кути фигурку если слышишь уровень третий он набери три буквы 0 покрути пока не стартуете давай в эндерфит ресетте он совершенно автономно абсолютно ну так тогда это решается просто да да я скажу вам в эндерфит и где там есть я тут выбирай режим уже выбирать в эндерфит и меня нормально нормально из музыки третий уровень 0 0 из музыки все стартуем стартуем все отлично погнали все финал финал желаем всем удачи удачи пацаны дайся удачи 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 если чё там по звуку там напишите в стриме потому что я не знаю как будет по звуку стартовали стоять в уровне играем до трех побед счет 0 0 первая игра желаем всем удачи ну и пусть победит сильнейший начали все равно походу кайл там успевает и в тетрис играть и семечки лузгать нет это клавиатура но я на автомате не знаю хрустящая рифленая клавиатура с лучком они не слышат меня да нет они нет пока нормально не делал да пока нормально оба делали место для палки а я не люблю это на основном ну точнее я люблю делать когда я на пейграю а так я стараюсь не делать что нужно куда палка стоять как-то тебя немножко глухо слышно кайл сейчас я положу на стол клавиатура будет слышно погромче твои мои семечки бозерка ну ты вот косипов так получше слышно да так получше да и клавиатура тоже слышно да так ну у нас может быть чате болельщики есть кто за кого болеет если такие есть пишите вор пишет хардкор даже спам там пишут спам ну что-то по-английски пишут я не могу понять и она что-то подлагивает я вроде для откола вышел что ему не нравится так вот надо было потестить у вас была возможность постараюсь вам дополнительных лагов не создавать это может быть ну не знаю у меня это может быть либо сан-марина либо из-за тебя может быть из-за меня она я в своем знаю так что если я вышел зеркало то не должно быть проблем но мы все необходимые процедуры провели чтобы минимизировать лаги да отлично так я опять что-то подлоги ну это не страшно не критично а в языках сан-марина на первом на четвертом уровне формате то же самое ох не спеши будет у бракок команда вендерфита походу у меня skype отвалился пожалуй я не буду его включать погнали ну да как ты говорил skype прожорливый да так и есть а а позвонил мне раз позвонил это прикинь у меня обновился skype и он вылетел идеально у него skype обновился и он вылетел но связь установлена я что думаешь что ну типа вижу закрылось что-то нажимаю на него и написано приложение удалено я думаю что за хрень я же сейчас сидел играл и скепил самое время скайпу обновляться самое время самое время не надо пирамид пока все ну ровно идут прям вот даже вот вплоть до линии ровно тут команды а м м вау м чат я наверно не буду открывать только вот между встреч интерфейс соберитесь не расстраивайте вы заранее но чтобы во время игры его не открывать а так он меня висит если что все сообщения они так долго ждали вашу встречу что сейчас может быть народ но еще не собрался весь зрители много зрителей немного 45-44 а у них 42-48 по линиям вчера было бы больше поверь если бы и декабы не торопитесь и не спущу никуда воскресенье этот топовый день воскресенье да это я согласен но увидишь получилось не туда загибай в правом Фонарм Ты не на брон, стоит фронт Фонарм Пятый левел Пятый уровень у них Эх, ребята вообще котята Молодцы вон рокет рокет в чате я вижу привет лучше чат мне не открывать отдохнули они ага я века тоже андерфит и джимейкер тоже на пятом уровне надо костыли стараться прожить а не оставить костылем вверх потом неудобно будет догонять так продолжаем разговор откуда что-то знакомое а из карлосона что из карлосона да это финал там все написано что это такое который вчера вчера не получилось от финальность потому что один из участников но сегодня вот в интерфейс задержался а то бы вы пораньше подачали вообще четырем человеком и так просто собраться определенным четырем человеком поэтому такие проблемы турнир то командные не одиночные и стоит другой стороны играют два игрока то есть им надо сыграться чтобы не допускать ошибок чтобы не толкаться там не ставить все в одну дырку у всех была своя задача регламент был простой сначала был первый раунд играли все на результат четверо лучшие с лучшим результатом вышли в полуфиналы и лучшие по итогам полуфиналов играют финале естественно худшие уже сыграли за третье место они субботу сыграли а результат определяется так сначала по уровню тот кто больше уровень наберет лучше потом потом по количеству линий и только потом уже по очкам следовательно здесь не обязательно в этом турнире срубать там постоянной тетрис и то есть четверные линии достаточно по одной срубать главное не торопиться и спокойно играть и напрягаться чат я лишний раз сейчас не буду открывать я потом посмотрю так что пишите я в любом случае я хотел бы спросить меня как слышно не громко не тихо то есть все как меня на стриме слышно неплохо громче музыки короче это хорошо шестой левел шестой уровень у кайлыча ну да и у них тоже шестой уровень все молодцы да наложилась музыка ваша ну да продолжаем продолжаем разговор а пишет не хочу услышь не могу а пишет фига задроты ну нормально вроде все пишут смотрите урок смотрится он смотрит робин а еще у шестой на до 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 Почему? Потому что. А ладно, а так? Так получше. Хоу, конечно. Кстати, совок тоже участвовал в команде с джетсовером. Но они показали один из худших результатов. Они не вышли в полуфинал. Так что ему тоже будет интересно посмотреть. Кто же выйдет и вышел в финал в итоге. Давай, открывай, медыть пришел. Хе-хе, это придет. Ну, БЗК опять все чисто, как обычно. Я думаю, тут проблем до 10 уровня вообще никаких не будет. Поэтому эндерфит равняйтесь на 10 уровень, как минимум. Это 100%. Надо стараться. Палки, палки вот так вот не кидать. Псих-то пытается советы какие-то давать. Дырки тройные не делать. Просто совет такой маленький советец. Не до палки жить. Не от палки до палки. А вот не делать тройки. Что он пишет. Вот как сейчас опять вяжут из бутину ведь? Не стоит. Еще один левел и еще это вам боком будет выходить. Ну как сейчас? Что-то в таком дочке, да? Что-то Кайлочи мне плохо слышно. В этот раз. Да, на микрофон. Я на меня на столе. Просто стрих, блин. Стрих, блин. Псих его перебивает. Ну извини. Ну да, я ж не знаю как... Загорай под это, сдай. Что-то через скайп говорит, понятно. Нет, вправо. Помните эту мелодию? Те, кто... смотрел стрим Ромхака, должны ее помнить. Ну помню, из какой игры не помню. Значит тут помню, тут не помню. Ты что? Это же Мегамэн. Ну Рокетцы пишет, Москау из Мегамэна было бы лучше звучало. Тех. Эджимейкер на седьмом уровне. Как интересно все поменялось. Они срубили палочки, нормально там игра у них была. Они первые стверные линии у них весело получились. Все кайлочи, наверное, прибавлю как-то. Все кайлочи, наверное, прибавлю как-то. Как-то. Потому что это храново. Я могу погромче говорить. Так. Да, вот так. Добегаться. Чайлочи, стой. Ага, у них тоже седьмой уровень. Все, седьмой. Мы не торопимся, мы отдохнем чуть-чуть. Они отдыхают. Ну да, куда торопиться. Надо насладиться. Этой встречей. Ну, как-то серьезно в турнирах, например, в Подоте и прочим играм, где большие выигрыши, например, да? Когда завал был. Они там салфетки, все, они руки протирают, бывает потеют и все. А вот так вот отдых небольшой. Даааа. Как-как, манарал. Мама, ванна. Общеизвестный факт. Может быть там действительно БЗК такой вот, как раз сейчас спиртиком протрут, погодите. Все я вам устрою тут Кузькину. Мать. Вантерфит, он поел, перекусил, сил набрался. Просто рубит и рубит. И рубит и рубит капусту. Как билл, не наоборот купил. И палка не убирает. Вот и палка. Еще одна, отлично. Палка-палка, огуречек вот и вышел. Они из двух сторон закрыли дырки, им просто прет. Ну это же хорошо. Даа, это приятно. Мы дольше будем смотреть эту прелость. Где моя прелость, это пропал. Ну вот. Нако красота уже. Что-то немного отлично, чтобы за много смол. Типа просто, может, за много смол. Типа просто, может, за много смол, чем-то глянь. Взвешу палочка. Еще одна у вас зарила. И еще одна за ревчек. Ха-ха-ха-ха! Не-не, он не мог как раз, заглажив. И это! Вот давай! Отлично! Вон палка будет. У вас просто палок, я не знаю. Хоть трава растут. шашлык джать на них просто целый византа отлично четко красивый виртуозный крутой мираж ну да там тасс рядом стоял и пол привет здорово на это я заходи на стрим мэмери тут все жарко да и звучит гимн советского союза который рокет так хотел услышать рок ты рокет ленин такой молодой нет на это это другое другое 30 идеально у вас тетрис тетрис тримы с гольфом нужны а ты о чем где они чат читали везде я чат читаю но я его просто сейчас не смотрю кайлыч и сан-марина на восьмом уровне мы их обогнали пока да они тоже на восьмом они тоже на восьмом везде чат я вижу так что не беспокойтесь я просто не читаю просто не боюсь миша помешать там то блин собственно эмулятор это разное больше оттенок не такой же опять же на фиолетовом да 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 вот вот поэтому фиолетовому как раз четко видно разнице эмуляции вот если брать команду гвинеи из гол 3 там тоже в стопе она фиолетовая а в медной фиолетовая такая синяя разница из-за чего это ну божитая гамма просто видимо тетрис сейчас рубили фиолетовая а у нас небольшой завал который мы сейчас разберем так завал небольшой у команды сан-марина я думаю разберут да разберут куда мы денемся разберем как в квартире завала как на работе вот и разобрали ну да нужно оплаждать надо было бы все удачно вот-вот тройная у нас уроки да особо и нечего читать другие не влезут а мой влезет напишите кто за кого болеет вот кто в обязательно им сообщу пока ровно идут команды но пишите кто за кого почему я болею за 15 левел в финале от кого он будет от того что там посмотрим в киеве в киеве мэйкер вор болеет за эйджей мэйкера и вендерфита так палку дождались дождались молодцы центурион за кайлыча болеет повезло вам с палкой нарискнули вы центурион за кайлыча бессонарина косяк по разгребли набор наоборот Аккуратнее, аккуратнее. Гэта пусто... Ой, ё-моё, чё-то вы, ребята. Думайте, думайте. Не торопитесь. Гэта пусто... Не городите высоту сычком большую, а не то он сложнее будет. Лучше сейчас. Ставьте... Продуманно. Итого нет... Да, дай мне. Ну, дыру вы зря сделали вот эту. Там фигурка хорошо шла, а он я не туда поставал. В угол, влево, влево, влево. Так, где сдался? Чё ты творишь? Видимо, проблемы с интернетом, я не знаю. Сложности у команды в духи, да? Какие-то адские сложности. Сколько нужно на 9... 200, да? Нет, нету. Ни у кого пока нет 9-го. Да. А сколько нужно 200, да, на 9-й? У меня будет... Я не могу сказать. Всё. Команда вендерфита закончила. 5 минут. Геймовер? Геймовер, да. То есть, вы можете дойти до 9-го, можете до 9-го дойти. И, в принципе... Не хватит. Ресет, да. Сейчас зайдам, ладно. Чтобы вопросов не было. По идее, 200-й? По идее, 200-й. Ну, то есть, 200-й. И сейчас мы их по-быстрому тут китаем. Блин, я тут запутался немного, но это не страшно. Вопросов, в смысле, по очкамке пошло. Мы по уровню сделали без вопросов, да? Да, всё, вы без вопросов уже сделали. Счёт 1-го. 0-0 станет вашу пользу. Видимо, 200, 200 надо срубить. Уже почти. Напихают требуйте линии надеть. Уже ещё туда. Сейчас я разберегу. Вот так вот. На. Всё. Всё, Ресет. Ну да, всё. Поздравляем, поздравляем. Только не торопитесь, не торопитесь. Так, может, перерыв сделаем? Там, я покурю пока. Так, ну давайте, перерыв, короче. Ну сколько перерыв сделать? Ну... Мне хватит минуты 3. Минут самое оно. Давайте, давайте. Пока. Перекурите. Счёт 1-0 пока. В пользу команды БЗК и Сан-Марина. Я сейчас пока с чатом пообщаюсь. Если, конечно, кто смотрит. Эээээ. Так, юзер, привет юзер. так ждем ждем пока команды придут себя раз немножечко разрядятся там так ну что в интерфейте джемейкер почему у вас случился вот этот вот ну совсем необязательный слив о котором я предупреждал вот в чем дело мы могли вырулить его скорость хватало в принципе какие с интернетом просто были мне кажется и все с интернетом ну наверное начинаешь переворачивать фигуру да уже и кнопку не давишь она до сих пор крутится тоже блин так же как и по сторонам моя расставлять фигуры сыпались совершенно неправильно но вы можете перезайти попробовать на сервак может быть ну ты конкретно может быть ну или там посмотреть что у тебя на копе может лишним запущено играем и до двух побед пока счет 01 так что еще будет как минимум одна встреча это только на финал такой регламент рокет пишет ленивый интернет этой игре не но да согласен кстати на заказ врубить ваши темы которые вы мне там любезно предоставили забыл про это смотрите ешек Блоким, блин. Могут решить, да, могут решить исход турнира, поэтому любую мелочь надо проверять. После турнира никуда не расходимся, будем брать интервью. У победителей, убеждённых, у всех короче. И подгладить какие-то итоги наверно. О, каверы пригодились. Что там у них? Они завершили и ещё играют? Мы ждём, ждём, когда ВЗК придёт. И начнём вторую встречу. Совок пишет, надо выходить на новый уровень и играть в оффлайне финалы. Ну, это да, в идеале надо оффлайн и всё делать. Но в нашем случае это невозможно. У нас только одна команда, Эстебан и Эль, они могли оффлайн играть. Они за счёт этого, по сути, и вышли в полуфинал. Потому что они находились в одном месте и играли с одного, ну, с одного компа. Они же всё равно играли на серваке? Нет. Они, в полуфинале, они играли на серваке, да. Это было условие, которое у меня их предупреждало. Что там, где там Кайлыч? Всё, я готов. Ты готов? Да. Вот, как раз он проиграл, бот, на экране. Так, секундочку. Сейчас я вас покажу. Так, всё. Так, спокойно. Заходите пока. В меню? В меню заходите. В Enderfit. Всё, ставьте кооператив. Кооператив. Третий уровень, третий уровень. Тут ноль, ноль. Без музыки. Ноль. Без музыки. Погнали. 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 Вторая встреча, второй матч. Смотрим. Вот, обратите внимание, как поставили первые фигуры музыка с командой, и как в Enderfit с TG-Maker. Вот, что-нибудь по-разному, совершенно. То есть, я не знаю. То есть, если они сразу стараются в угол сложить фигуры, которые подходящие здесь, ну, непонятно как накидывали, опять строятся какие-то пирамиды, феопсы, блядь. Такие дырки, вот это тяжело закрывать. Тут же разница полосальная, конечно. Ставлю две тушёных облы на БВК. Вот псих как раз почитает чат. Делаем ставку, Катуренки. Да, делаем ставку. А ты на кого цен поставил бы? Ну, то есть, за кого болеешь? Ну да, у них красивая игра, чаще выходит. Хотя они могут сейчас специально слиться, это тоже есть такое. Ну, есть две щели поставили, не знаю, зачем. Три щели это. Да, 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 обязательно. Не щели пока. Это... Не стоит. Так, в нахуй. Ой-ой-ой, какая ситуация сложная у команды БЗК. Но они могут разулить, там скорость позволит им это сделать. Вот две палки у нас, кстати, подошли. Вот они. Рискуете, рискуете, народ. Да, это риск. Поменьше делайте щелей, мой вам совет. Особенно на первых уровнях, там вообще не обязательно их делается. Ой-ой-ой, у них тоже у команды Андерфита, посмотрите. Где дырки? Опять же, не знаю, что палкой будет. Теперь игра. Прямо грузчики, как четко кубики поставили. Тетер струбили, ну вот, нормально. Цент и крылатый код ставят на БЗК. Сан-Марина. Грузчик-то, видимо не с Узбекистана какого-нибудь. Ставит тебе, все помьет всю посуду нахиг. Ну давайте, не лажайте БЗК. Что-то уж слишком... жёстко. Может удивить хотя? БЗК удивили на четвертом уровне они уже. Давайте поспокойнее играйте. Уже понастроили городок. Раскребем, куда мы денемся. Давайте. Не торопитесь. Уже тушеная вобла уйдет в зрительный зал. Юзеркерс. Да. Не, я просушеную. У меня тушеная вобла, это я не знаю, что это такое вообще. Ха-ха-ха-ха-ха. Скоро будет, ээээ, четвертый уровень. Баттерфик-тар. Ух, плашмя-палочку можно было кинуть от этой, да. Тут иначе сыграли. Какая жесть там у БЗК сейчас идет. Сами себе проблемы создали, героических преодолевают. Вендерфит и IG-мейкер на четвертом уровне. БЗК и Сан-Марина подразгребли чуть-чуть. Да нифига себе чуть-чуть. На грани смерти там находились. Профит, профит. Тушеная вобла случится смешнее. Опять каких-то сложностей себе понаделали в БЗК и Сан-Марина. И реально сложности какие-то. На ровном месте. Видимо, тоже интернет подводит. Да, наверное, все из-за него. Давайте на него будем все валить. Огромные дыры. Огромные дыры у БЗК и у Сан-Марина. Чёрные дыры. Туда можно воблу сушеную запихивать. Не сушеную воблу, я не знаю там. Тушеных слонов с бегемотами. Слонов тушеных? Да. Войдут. Спокойно. В ЗК действительно, как Роккит пишет, так примерно грузчики в супермаркетах бутылки с пивом ставят. Одну берешь, три нахуй на пол. Вот. Вот у Вендерфит и Джиммейкера попроще. Ситуация. Нет таких сложностей. Здесь они не будут. Косячок сейчас. Убилон. В ЗК и Сан-Марина на пятом уровне. Мы там разгребли всё, кстати. Да, разгребли. А, ну благо эта херня непонятная, теперь... Сейчас, надеюсь, будем аккуратней чуть-чуть. У них матчпоинт, они могут рискнуться воплощать. Пацаны справа, вообще ребята. Давай, это мы, да? Когда на таких леглах играешь, тут, конечно. И ситуация может измениться. Я уже вижу вас, да. Действительно. В чём фигуры могут быть все не находящие, просто все. Ситуация может измениться в любую секунду. Блядь. Да что ж ты, не торопись ты её ставить. Вода мало. Все-таки, все-таки помогают здесь, опять же. Помогают, вытаскивают, все. Все счистили. Ну вот, собственно. Зачистка и утех и утех нормально. Не торопитесь. Лучше там с линеечкой, там, примерьтесь там. Чтоб потом не разгребать свои же завалы. Гимн. Гимн. Гимн Советского Союза. Кто знает, из какой игры. Команда Вендерфита и Жимейкера на пятом уровне. Гимн. Ох, как. Ох, какие щели. Ну да. Щелевые структуры. палки спасли вторую команду палки спас палки как слева помогли все убрать так и справа я вот буквально вообще закончится на 1 рвд говорил есть в этой игре можно вызывать палку но только один раз я решил не забивать этим голову по классике так по классике опять щелевые структуры строят сан-марина и героические их разрушают спокойствие только спокойствие так кономи код 1 раз палку игру дают за игру и ее вызывает но это ограничение интересно тогда да она вообще одна на всю игру потому что может быть спорта это будет для профита это идеально блин шестой уровень музыка и сан-марина 7 бомжей ахренеть 7 бомжей вышли но ни одной нет одна одна тетка то есть наверно только сверху добавляется да да кстати качестве наград будут вот эти тетки они будут вам в репутацию а есть там такая статистика езды есть 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 бомжей бомжи х 그러сят спеть и не знаю что можно спеть под эту тему это тебе нужно к А-а-а, это давитель, это у меня суперичка. Надо к Баскову. Коля, спой что-нибудь, а-а-а! Да ка Басков-то, не его дядька. Опять понаградили себе щелевых структур. Вендерхит и Эджемейкер на шестом уровне. Чуть-чуть они отстают. Поэтому особо не отдыхают, продолжают. Так, идеально. У них все чисто, а у Вендерфита... Развыкайся, на Марину что-то не так все гладко. Но, видимо, они не любят идти простым путем. Специально финальная мужика Рок. Блин, из Арканоида музыка. Точно. Надо из Арканоида музыку тоже поискать. Ну вот это точно не из Арканоида. Верненькие губные рапии. Ох... О-о-ой-ой! Чёрт! Чёрт! Нет! Опа! Да! Команда БЗК и команда Сан-Марина прекращает свою игру! На каком они уровне? Я почти палку поставил! Они на шестом! Давайте до сих пор отойдите! Я пойду покрю тогда! Чёрт! Станет 1-1 Станет 1-1 если они побьют ваш результат! Скорее всего они это сделают! Ну тут всё чисто! Если нет, то пачком у нас наверно больше выйдет, да? Ну чтобы не было вопросов! Ну да, надо до седьмого дойти! Пусть дойду до седьмого! Мы в вас верим! Как же вы слили, а? Принципиально! Да там почти мне палку оставалось поставить вот прямо! Ну да, да! Вот эта палка вас подвела! Вы там толкаться начали как обычно! В итоге! Ну вот! Вот что ваши щелевые структуры сделали! Поверь! Вор! Тебе же говорили! Вообще, опять же, повторяю! Что сначала по левелу, а не по линиям! Поэтому надо левел найти! Желательно! Ну не обязательно, но желательно! Ну так будет правильно! Вот это всё! Юзер пишет воблу давай! Я ставил две воблы на победу общее! Мы же не говорили, что вот чат воблу! На общую победу! Ради бога! В чат пришлю, есть тут маленькая вобла? Или тебе почта? Я не знаю, тебя как угодно! Один-один! Кто б мог подумать! Дошли до седьмого, да? Нет, ещё не дошли! Ну по линиям они уже лучше вас, то есть... Это точно! Да, да, по линиям! Да, да, по линиям! Она как раз засушена пока после России доедет! Ты что ты думаешь? При нём же берётся новую! Максимальный из двух, наоберяется! Посолишь и всё! Максимум, да! Юзер, лучший результат идёт сначала по уровню, потом по линиям, потом по очкам! В этом смысле, вот допустим, вот у меня сейчас линии 106, а у него 62. Берётся, получается, моё 106. А, сумма берётся. Я думал... Я думал, берётся наивысшая, допустим, у меня 106, и у них тут выше. Нет, нет. Теперь понятно. Ну, конечно, чтобы сделать одинаковые линии, то, конечно, чтобы у нас было... Ну, может, и стал я. Это, конечно, очень маловероятно будет. Это нужен, во-первых, уровень одинаковый, чтобы был... Во-вторых, ещё и линия, то есть... О, боже мой! Мы не дойдём от седьмого уровня! Бля, вы чё творите? Дошли, дошли! Да нормально! Молодцы! Дошли! Молодцы! Расчёт серии... Расчёт серии... Перерыв, принчёт? Да, пока... Небольшой перерыв. Три минутки. Перекур. Стресс, стресс. Стресс, снимите. 1-1. Достойный финал. Юзер не понимает... Сейчас выиграла... Команда Вендерфит и Эгимейкер в этот раз. В этот раз. Счёт в серии. В серии счёт у них 1-1. Поэтому будет третья игра. Она будет последней. Кто выиграет в третьей игре, тот выиграет финал и выиграет чемпионат. Счёт в серии. Счёт в серии. Счёт в серии. Так... Да. Счёт в серии. Так... Можно... Насправить... На стерлядь сыграть ещё можно. Юзеру, всё ему непонятно. юзер скрести стерлите в обла будет в облить чуть и непонятно нет еще не выиграла потому что счет 11 11 счет в серии в первом матче выиграла у нас правая команда базы кайсан марина втором матче выиграл левая команда в эндорфит и джей мейкер и счет в серии у них один один теперь будет заключительный матч видимо юзер не слава начала на смотрит у нас еще важный момент стрим у нас не на скорость и на скорость на результат кто же победит кто же победит сейчас решится судьба судьба финала и судьба турнира кто выиграет сейчас тот выиграет все кто просрет тут просрет все победитель забирает себе всех бак может чат попробуй тогда уж вывести пробу чат вывести пока это буду делать наверно все уже будут в горе хорошо давай вот не появи он довольно кстати не плохо играет но такой конечно да вот сейчас а тот а тот нам не нужно как же лучше вот так ну не знаю можно мельче это да можно так нормально и с доктор марио поставить рокет уже в теме рокет да есть тема из доктора марио второго я случайно и он обнаружил совершенно вот и пишет ставлю оси трафар шоу и джемейкер готов готов так они готовы вы готовы до травки я смотрю поднимаются готовы беременную пунктам так они готовы так сейчас и куда-то и круг так постараюсь как можно меньше мешать вам чат обновлять пальцев в этом стриме то ниже а погоди нифига у меня вот секунду да слушай да вот видите так все все нормально но просто немножко так вот так короче короче можете уже на меню заходить так выбирайте там пока настройки так 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 уровень уровень какой у вас уровень третий поставить давайте уровень третий поставить все все дальше 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 без музыки без музыки погнали 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 отлично смотрите игра счет 11 лепец поправить музыку идет идет все нормально все походят вообще только Не обращайся. Продолжение следует... Музыка. Классная. Не могу понять, откуда. Из Щелкунчика. Новогоднее тело. Чайковский. Помните новогоднее тело? Там есть такая. Да, конечно. Там колокольчики. Вот эта же музька. Ага. Она... Из-за... Из другого Тетриса на НЕС. Перерыв на Чайковского. Психиатр не помогает. Умогает псих. Психиатр не помогает. Психиатр не помогает. Да, все, сейчас все мы сделаем. Психиатр не помогает. По Доктор Марио, кстати, были мысли сделать турнир. Ну, как-то после Тетриса. Ну, в поддержку. Да, типа, как бы начать новое. Тетрис мы начинаем в повтор, а это просто новое. Да, хотя тоже Тетрис. Сергей, я очень классный. Ну, по типу. Да и я в него не игрок. Короче, была такая тема. Ура. Если будет турнир, то Сергей обязательно записывай. Можно найти людей, но их будет мало. Да и нож такое. Поэтому только ради одного Сергея можно турнир-проводить. Он там покажет мастер-класс. Лучше паху был... Баня... Стас, у нее уже не загоняйте. Да, все. Четвертый. БЗК и... Сан-Марина на четвертом уровне. Ну, удачи, пацаны. Че, доигрывайте? Все. Могли бы поставить свастику. Ну, могли бы туда поставить. Тем временем команда Вендерфита и Джимейкера закончила свое выступление. Не дойдя даже до четвертого уровня. Так, а нам что делать? Начать играть? Да, вы можете играть до победного конца. До потери курса. Да. Поздравляю вас, ребята. Поздравляют вас соперники. И я вас... Ну че? С каждого помогли, во-первых. Поздравляю. Каберис сейчас спина. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я зайду в редколу после игры. Да, да. Вот че-то тут рыба... Пока так. Доиграем. Ну дайте тогда ссылку на стрим в чат. Мы тебе не замечали ничего. Я смотрел этот ролик, который... Типа... 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 Вообще... Вообще классная реальная графика. Вообще... Сделала очень самая идея. Очень шикарная. Мне понравилось. Я сейчас перескажу то, что мне Кайлыч сказал. Он сказал, что видел тот ролик, который я выкладывал перед финалом. Там я показывал геймплей того самого Тетриса. Музыку из которого я постоянно... Ну... Показывал на стримах турниров по Тетрису. Ему понравилась эта игра. Да, правильно. Надо тебе скинуть. Да, правильно. Фонит. Ты сам скачал? Фонит. Фонит. А ну либо сам найдешь. Фонит. Фонит. А ну либо сам найдешь. Фонит. А ну да. А ну да. А ну да. А ну да. Фонит. Фонит. Эйджимейкер выключи. Я Фонит. Да, фон пожалуйста. О, как сразу ты тише стал. Блин. Вообще... Все, мейджер курить походу ушел. Хе-хе-хе-хе. Переводить дух. Фонит. или первый первый только я решил дать шанс еще один в команде уже с вендерфитом и вот с вендерфитом они дошли аж до финала кто мог подумать да сами шутки и даже дали бой команде как даже один один брошь могли выиграть дайте уже в область акулы сейчас написал они на пятом уровне поздравляет ребят молодцы одной рукой пишет второй продолжает курить вот эта тема тоже катюша курить вредно сказал центурион и запил это пивом у кого там звуки посторонние это у меня телефон домашний звонец фига себе домашний звон телефон у тебя как с каким рингтоном там естественно выбирать ну радио и телефон нормально рингтон это уже из того что там есть скорее всего полифонический какой же команда ВЗК и команда и Сан-Марина доходили до 11 уровня посмотрим удастся ли показать хороший рекордный результат мы же только на рекорд рассчитываем да мне саму хочется уже пройти этот одиннадцатый уровень да а вот когда вы в полуфинал играли не помнишь до какого начали мы начали до 11 но все таки времени не хватило поэтому поэтому вы скидывали ну то есть остановились времени не было да мы и так уже очень долго играли там ну мы же поздно все а нет мы в серию тражу собрались и поэтому но поэтому Сергею надо было наработать и мы поэтому не успели а блин всяк ну а в действии мы дошли так что мы вполне дошли наверно и до 12 уровень дошли бы надеюсь сейчас мы побьем этот рекорд сейчас я сюда чатик попытаюсь добавить и то продавец который так его это по автобусу этот которые, на которые пока нет ответа. Ну, наверное, еще через два года. А, потому что был два года назад? А прошлый был два года назад, и он был одиночный. Эджимэк не пишет, этот надо закончить. То есть вы думаете, они будут два года еще играть? Кстати, какая тут максимальная, вообще, уровень? А, по-моему, максимальный нет. Вообще, нет, я помню до штатства доходил, но я один играл. Да, я был на штатствах, еще с кем-то, не помню, с кем-то из наших тренировался. Хотел турнир, я, ну, где была, по теннису, сделать турнир. Знаешь, там теннис такой, где еще, типа, такой, типа, Марио сидит, такой, Марио. Да, 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 да. Так вот, там, там, в этом Тетрисе, там, если играешь двумя игроками, то там играешь за двух, ну, только в одной команде, конечно. Я хочу сделать так, чтобы там было и четыре игрока, и чтобы ты управлял этими ботами, которые на другой стороне. И получается, будет 2 на 2. Было бы неплохо тогда сыграть, в теннис. Блин, опять чат не скролли, да что ж я не сделал все-таки? Опять я не поставил. Все. Ну, мою идею ты понял, да? Ну, да. Полуфинал с командами из Санмарины, из БЗК мы играли вообще ночью. Четыре часа утра или вечера ночи, то есть. Вообще, что-то с чем-то. Ну, главное, что сыграли. В финал собирались долго. Второй попытки только собрались. На время ДС, мирон, ты пишешься. Ну, так правильно. Для него, да. Липец, ты там БЗК передай. Пусть он и бабули-то комп отожмет, пока играет. Сейчас я ему скажу. Тебе псих говорит, чтобы ты комп у бабули отжал. Который круче там 500 раз. Так у меня вот какие-то у нас деньги нет. Так что, никак. Не выйдет, не выйдет. Не знаю, помоги пельмени налепить, потому что она сжалится. Пельмени говорят, помоги налепить ей. Потому что она сжалится. Я так, в смысле, сжать? Я же, я, допустим, я в него играю, когда она... Когда на пельмени лепит, ты в него играешь. Надо, пока она занята. Бабуля боится, что монитор сядет. О, да. С детства, типа не играем много в приставку, да, а монитор сядет. Ведь он в Денди собирается играть, да, как раньше? Кинескоп сядет. Да-да-да. Игра много, кинескоп сгорит. Сядет на бабулю, причем. Просто побегает и выдергивает, и смойника пробует. Издец. Потихо раскрываем. Даже скучно, наверное, надо завал сделать. Опять. Да, вот вы не допускаете ошибки, которые были в прошлый раз. Идеален. Два бабжа вышли, но это картично. Кто придумал, что на Денди и Сегу сажают монитор? Тогда и монитор что-то не было. Бабуля, мне цветут кинескопные ламповые телевизоры. Он действительно из-за того, что там вот это цветов, он больше разочитает. Мало, цветность пропадает. У меня черно-белый монитор. Нет, это не мир. Раньше даже такого слова вроде не было, да? Не было монитор, слова такого. Ну, не монитор был, а пинескоп. Какая разница? Черно-белый монитор. Звучит интересно. Ну да, визу, монитор это базыка там, так сказал. Ну да, визу, монитор это базыка там, так что-то не было, так что-то не было, так что-то не было, так что-то не было. Опа, а вот и я. Еще раз всем привет. Так вот, сделаем. Я тоже смотрю за этим делом. Олипецк такой молодой. Я тоже смотрю за этим делом. Филиппес? Ну, я бы не сказал. Я идеально молодой. Нет, конечно. Кстати, хочу поздравить с первым сентябрёй вас. Сдём знаний. Знания — это сила. А не знания — это тьма. Блин, я за школу опоздал всё равно. Знания — это сила, а за свет надо платить. Продолжение такое. Что постановится? Знания — это сила, а сила есть ума не надо. Условно Липецку 310 лет, так что не верьте ему. Давайте не косячь. И тебя с первым сентября. Всё, всё. У нас подагоник затяживается. Я сейчас посмотрел, сколько годов. Условно, крикто есть. Пошли, шли. Скажите, какой там уровень у них? Восьмой уровень у них. Кстати, по сути, это же рекорд не считается. То, что время надо будет включить. По сути, да, вы идёте не с нулевого уровня. И всё-таки интересен ваш уровень, какой. Насколько вы могёте. Какой у вас скилл. Ну да, хотелось бы увидеть. Тонстый уровень, всё-таки. Шкаф выдаёт его возраст. Рокет пишет, куда ты зигзаг поставил? Зигзаг пошёл. Задний фон у меня хреновый. Я не знаю, как у него опыт подбирать. У меня только такой, какой есть. В идеале, конечно, хромакей делать. Чё делать? Хромакей. То есть делать зелёный фон и делать прозрачность. Для вебки. Ты думал, вам хромакей? Нет, просто такое. Я вообще такого не слышал. Ну, он есть такое. Блин, и джимейкер, ты такие слова пишешь в одно слово. Прям поймёшь. Клава пострадала, а при ремонте пробел залипает. Опять какие-то щелевые структуры. Нормально. Для нас это небольшая проблема. Это проблема большая, когда вот уже... Когда высота больше. Да, мы с такого. Вот это проблема. А так, это... А так мы, по-моему, до девятого или до восьмого максимум доходили. Вот в финале, я не помню. До девятого. До девятого. Значит, до девятого и я включился. Да-да-да. Не дают вам никак показать максимум ваших способностей. Да, джимейкер, я сегодня подбирал. И хотел ещё на эту тему что-нибудь найти. Если у кого-нибудь есть что-то подобное, то, пожалуйста, мне передавайте. Я их в свою коллекцию добавлю. А правда, наверное, можно микс поставить ваш. Я это сделаю. Всё чётко. С миксами коза трону. У него как у дурака фантиков. Сейчас я включу микс, который прислал мне... как раз и джимейкер перед стримом. А-ка-казачкинона speaker А-ка-казачкинона characteristic Pew? Продолжение следует... Продолжение следует... Болеем. Болеем за результат. Теперь уже... За рекордный уровень болеем. А кто на какой ставит? Ставки есть. Я на 11 ставлю. Ну, желаю вам дойти до 20. Эджимейкер на 12 ставит. Я, наверное, поставлю на 14. Отлично. Ой, блин. Ох, ох, ох. А вот они после... После паузы... Они не сразу... Скорость делают. Они записают... Вот это хорошо. Вот это очень хорошо. И идут сверху. Сверху. Опять заново. То есть, ничего сверху идут? Всегда сверху, да. Несмотря на то, что... Может быть, у вас ниже там была... Эта фигура. Не успели поставить. Она у нас внизу была. Она все равно пойдет сверху у вас. Нет, ничего сверху идут. Мир нуждается в таких пессимистов, как кот. Да он... Злой пессимист. А это он... Это он таким стал еще после игр с Азотроном. Раньше он был добрый кот. Доброкот. Вот поиграйте с Азотроном, поймете. И будете... Не знаю. Это правда не найдет. Нет, короче... Будете приходить на стрим с катушкой ниток и наматывать их на руку. Да. Раньше у кота был велосипед, а сейчас только коврик для когтей. Давайте скинемся коту на велосипед. На новый. Может быть он тогда подобреет. С ду Dochу? Нет! Да. Пока тихо. Сaleц. Азота гивинга. Блин, в целых три дырки. Ну ладно, сейчас закроем. Да, следующая тема идет. Дорого велосипеда строить. Юта пишет, раньше у него кошка была, а теперь кот. В общем, у вас есть пляжная музыка, такая тема напряженная. Если бы ее слышали, был бы вообще. Вот, я понимаю, как это. Полный улёт При такой ситуации, как у вас Но у вас вообще всё чисто Идеально Такой скорости вдвоём Играют двое Двое, не один, а два Сразу два Человека Я думаю, это очевидно, когда видишь на экране сразу две фигуры Ну, мало ли Может, и здесь кто сомневается Дурнир командный Десятый уровень Десятый уровень Молодцы А на тренировке вы до какого находили? До одиннадцатого максимум До одиннадцатого максимум Эх, раньше шубы мотоциклы доставали А сейчас котам готовы доставать начали Вот у меня скрин скидывали По-моему, да, там одиннадцатый Да, там два скрина и... Вот, кстати, устремлю Скорость позаметнее становится Опять что-то выделело как в первом уровне Представляете, что это первый уровень Субтитры сделал DimaTorzok 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 и он в итоге это так сообразил поэтому поэтому вы чемпионы показывать чемпионскую игру на стриме у нас по моему не было еще 10 уровня или был вы только до него доходили но вы останавливали не мы до 11 дошли и остановили а до 11 отлично да мы по идее это был наш рекорд но мы так его и не побили потому что сергею надо было на работу идти как эта работа все портит да поэтому у меня нет так ну я выиграл я то я ставил на 14 ставил давненько я от рокетов читал его острых сообщений про музыкальных котов вот эта музыка она была на всех встречах турнира это турнирная музыка она из игры называется кристальные кубы прикольно игрушечка 3d спонсор выпуска вот кока-кола и чипсы вот такие вот плейс оставшиеся как раз зеленая лука я думал у вас зависла павка в воздухе и бах какой-то случился ой чё то я наушники пытался поглудру ставить ну блин надо вытаскивать отсюда с убежоткой идеально просто идеально вот так пирамид опса пожар ух ты это вообще это нечто такой маневр что у игроков там зрение как у муки и джеймейкер пишет если под этот кавер сейчас ускорится будет вообще круто но не стоит вам этого делать на этой скорости сама скорость а ты играл вообще как я не играл я вообще с удовольствием с удовольствием с удовольствием вообще я бы все быстро делала сейчас но не стоит вам ускоряться потому что что за пока не партит вам палочки кубики палочки кубики палочки сейчас мы это все коржики одиннадцатый уровень неплохо один дедрис даже срубили на такой скорости три тройных это очень даже одиннадцатый уровень вот на всей горсти как обычно ну если считать что мы типа с малевого начинали да слава обещает подготовить нам что-то вкусненькое так что ждем от него новостей я надеюсь эта музыка не оправдает себя не оправдает себя блин что-то опасно становится наслышится ай ты мог даже успеть поставить ну так тоже нормально ладно она дальше себя осталась мне тоже нагребается опа даже даже больше движения сделали чем надо вот рубилово вот это рубилово у нас такого не было полный хардкор эджимейкер удивляется как они в предыдущей игре смели мы об этом у них спросим в конце они там вкуражились просто ну какой финал без интриги согласитесь она была даже юзер не понял не понимал чё к чему вообще условно условно уголовно еще скажи и вы и 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 это некрасиво вот таджики строят к тетрису применимо крутить они фавориты турнира они сейчас рекорд гиннесса побьют на какой рекорд гиннесса посмотрим посмотрим делаем ставки ну ставки уже сделали в общем а вот это идеально вообще он попытается посунуть палку под низ но он еще красивее сделал кстати напомню те кто может быть не в курсе я тоже участвовал на этом турнире играл я в паре с центурионом который вот в чате играл я с центурионом и к сожалению нам не хватило результата чтобы пройти в полуфинал мы всего лишь на втором уровне дошли только хотя если бы до 4 дошли то мы бы прошли не посмотрел я бы посмотрел эти все игры в этом так много что здесь даже не хватит ну посмотри там например вара и мофута как сыграли и кто же как бы самых и там самые 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 интересные вот в плане в плане яркости я бы посоветовал смотреть стрим с эктопауэром и со стыбаном так они же в разных командах я не люблю этот стрим я видел или подожди ты но я про разные стримы говорю с их участием я поставил быстрее выбираться пока не он даже не пройдет дальше нет пройдем пройдем я не боюсь это он меня поставил туда это он меня поставил туда это он не выйдет вообще-то нет фу фу блин повезло у меня победа жесть вы это все видите да нет да блин все 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 да да ну не давай блин ну не давай блин дааааа фу ну молодцы 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 это было здорово вот сейчас я в редкол зайду я отключаюсь с цветом давай вот так вот итак у нас так значит результат у нас все таки надо все таки надо формально сказать что счет у нас 1-2 в пользу команды БЗК Саммарина до двух побед играли они становятся чемпионами занимают первое место второе место занимают команда Вендерфита Эйджи Мейкера третье место занимает команда Воры Мафута четвертое место занимает команда Тебан и Эй таковы итоги этого турнира вот такой вот у нас был турнир так кто у нас тут есть вообще изучение я пока тут так кто это кто сказал это я Вендерфит Вендерфит ну что какие у тебя есть слова ощущения это они такие они были явными фаворитами нам с ними вообще не тягаться ну и интернет тут тоже блин косяк был в нашей игре ну ну как вот ты в целом оцениваешь свое выступление на турнире ты ожидал от себя того что ты дойдешь до финала ну конечно не ожидал я думал вообще сольемся там сразу на четвертом месте уже даже играть не хотелось а потом что-то повезло без Табана Эй да я ожидал что они так быстро что-то уйдут и чисто ведение и все сыграло свою роль и опять как вы смогли выиграть во второй встрече в финале вы вообще как это получилось ожидали вы что вы все-таки дадите бой этой команде ну как-то нам просто дали фору все что пометризм какую-то оставить на финал да ну ты играешь финальную сам говоришь две игры основные кто победит да эйджи мейкер ты тут? да да здесь вот вот такой вопрос вот ты какая вот тебе игра больше всего запомнилась вот в турнире ну самая драматичная на мой взгляд была игра за 4 которая была стыковая встреча вот она по-моему самая интересная для меня была да вообще интересна судьба айджи мейкера я ему дал второй шанс с первым шансом за троном он провалил вот но решил что потенциал не исчерпан и дал им возможность с интерфитом сыграть ну с моей стороны это вообще совершенно иначе выглядело как-то вот не очень удачно выступил на чемпионате с Чипа Дейлом потом Баттл Толлс всрал просто с нулями в Сонике тоже не очень показал результат и здесь ну действительно второй шанс огромное спасибо ну действительно помогло раскрыться такой момент да еще был такой момент у вас полуфинал вам играть со стыбаном они вас ждут в эндерфи тут ты там в гостях находишься проверяешь там как интернет там как у них комп там он чистый по ходу без программы софт и так далее ты решаешь короче взять такси вообще на такси ехать поймал да бегом домой ну такое событие нельзя было пропустить хотя они вам давали 30 минут вот и ты все равно решил рискнуть и сесть на такси приехать вообще как как ты решил это неужели для тебя это вот настолько это было важно что ты вот готов был такие вот действия пойти да просто как это важная была встреча хотелось здесь играть понимал что ждут и ну вот по тем сложностям которые сопутствуют всем турнирам да собрать все вместе тем более здесь командный турнир ну нельзя было пропускать встречу вот вот так вот так ну теперь что победители победители у нас ВЗК и Сан-Марина Кайлыч тут тут да ну что какие у тебя слова есть ну ты конечно был напряженный напряженная игра я сожалею что что соперники слились в третьем матче сразу же я думал ну мы еще поборемся реально было жалко я подключусь извините БЗК можно свой вопрос ну а что не так во второй во второй встрече все так быстро слились ты настроили так так что никогда что что не так по-моему фигуры были довольно таки нормальные ты имеешь ввиду когда когда был 0-1 в счет да тут же втором матче почему вы слили ну мы решили если честно сделать небольшую интригу то есть мы хотели ну попытаться даже проиграть скорее то есть мы я так и знал да вы все таки подались ну мы пытались сделать ну мы пытались сделать типа на очки играть чтобы побольше очков заработать ну и и посмотреть как наши противники ну смогут дойти докуда и поэтому вот мы проиграли ну мы довольно неплохо играли я скажу вот ну на очки мы тоже довольно неплохо играли но вот не повезло когда я палку туда не поставил не успел и дальше мы не прошли ну тем более 1-1 счет было бы ну было поинтереснее играть уже дальше ну конечно было очевидно что мы выиграем я и так было бы это уверен а вы что как-то перед матчем договаривались вот именно так вот играть ну да через контакт списались вот хитрые какие да какая игра вам запомнилась вот на турнире больше всего из всех нафут и ел когда они когда они проходили квалификацию ну они просто они самые ну они больше всех набрали очков да насколько я помню Мафута. Да, Мафута. Ой, то есть, Эстебан и Эль. Они же больше всех набрали очков. Да, они больше всех набрали очков. Эстебан и Эль, это так, по итогам первого раунда. Да, я же поначалу думал, что мы наберем, потому что мы до этого, как раз вот до этого матча, мы доходили до 11 уровня дважды. Поэтому мы думали, что тоже дойдем, а мы слились, на пятом уровне слились. И поэтому, ну, а когда Эстебан дошел до восьмого, это вообще было, конечно, шок. Но то, что они вот, когда я смотрел на них, когда они играли в полуфинале, это вообще было капец. В первом же, ну, в первом же матче слились, потом соперники тоже слились, в первом же вроде бы. И третий тоже был довольно короткий. Ну, то есть, очень слабая игра была у них. Вообще, вот интересная ситуация, то, что распределение мест по итогам отборочного тура, то есть первого раунда, оно не совпало с распределением мест вот окончательным. Вот это интересный этот факт. Ну, да, и приходилось играть дополнительные игры, чтобы точно все-таки озабить свое место в формире. Ну, да, ну, если бы мы когда играли в квалификации, мы бы дошли до одиннадцатого, то мы бы, ну, естественно, сейчас бы мы победили, допустим, и, то есть, ну, мы показали бы свой результат, показали. То есть, типа, мы лучшие были в квалификации и лучшие, мы дошли до финала. Такой вопрос. А какой вообще максимальный на тренировке левый у нас был? Ну, на тренировке был одиннадцатый, когда мы двоим играли. Когда я играл один, я доходил до, по-моему, до шнадцатого, кажется. Ты играл со мной, да, я помню. А, с тобой. Ну, я тогда закончил играть, потому что ты проиграл. Ну, да, извините, для меня шнадцатый уровень, это немыслимо. Кстати, посмотри матч Психо-экспоната отборочного первого раунда, тоже прикольный стрим. Хорошо. Да. А помните, вы играли еще с Вором и Мафутой в полуфинале? Да, но, если честно, я сам матч не помню вообще. Просто я хотел спросить, вот, на ваш взгляд, кто был сильнее, вот, Вор и Мафута, либо Эджи Мейкер и Вендерфит? Эээ, блин. А напомни, я просто, я реально говорю, я не помню, какой там был счет вообще, этот, ну, саму встречу вообще не помню. Ну, вы помните, мы играли, ну, очень, ну, в четыре часа мы играли, собрались в это время, и там напряженно играли, буквально зря в ноздрю шли. А, так это с ними, с ними было, да. Ну, тогда и за Мафута и с Вором с ними будут. Ну, потому что они бы точно не проиграли в первом, в первом раунде. То есть, если брать между вот этими командами, то сильнее, на твой взгляд, Мафута и Ворф все-таки. Да, я так думаю. А еще знаете, почему я хорошо так играю? Потому что в детстве у меня была эта хрень, типа, с Тетрисом, ну, такая приставка, знаете, маленькая такая. Чисто под Тетрис было чисто. И она у меня в сортире лежала постоянно. Я когда в сортире ходил, я, 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 я все время рубился в этот Тетрис постоянно. И поэтому вот, с тех пор я вот отлично играю в Тетрис. И когда появился, ну, регистрация на турнире, я очень обрадовался, и я уже знал, что мы всех порвем. И у меня соперник, то есть, ему и напарник очень, очень классный тоже. Нет, не достался. Я отбил его, я отбил напарника у Егора. Ну, ну, что я хочу сказать, кстати, я не знаю, помнишь ли ты свой в детстве, этот, как он называется? Ну, рекорд детский, помнишь, нет? Нет, там, ну, там было максимум, можно было брать 999 очков и был 15 уровень, а тромочки обнуялись. Вот, тоже я их набирал и думал, что, что ж так мало. Тоже, видишь, так было. Даже мультик покажут. Нет, дело в том, что у меня была другая версия Тетриса, японская. То есть, там был мальчуган такой, стоящий слева за колодцем, да, в который фигура пускается. Он говорил. У меня был такой-то. У меня тоже был такой. Японский, как говорится, все время впереди, да, планеты. У них даже тогда парень там мог мутюгаться что-то. Куда ты ставишь, там, типа того, ну, по-японски. Не туда! Так, где у меня Тетрис? Я хочу его взять, не знаю, найти его. Пойду поищу. Может быть, Сан-Марина что-нибудь нам напишет, это напарник БЗК, а я потом почитаю. Сан-Марина, напиши нам, ну, свои эмоции, свои какие-то комментарии, вот, по турниру, по финалу, если, конечно, ты меня слышишь. Так, сейчас я приду. У меня была, ну, эта приставка, ну, сама эта приставочка для Тетриса, она была... Ты пропал, у тебя микрофон, тебя не слышно. Она была что? Ну, она была самая обычная приставка, то есть, ну, то есть, не японская, просто... Я понял, черного цвета и там кубики нарисованы, Тетрис. Она была красная. Она была несколько цветов, в основном, черная у людей была. Да, ну, у меня красная. Нет, у меня давно еще, когда я был вообще малой, была черная. А потом откуда-то, не помню, откуда красная появилась. А мне там, мне по почте родственники откуда-то прислали. Так вот, там, ну, я играл в стримы ночки. То есть, я все время практиковался ночки играть, потому что, ну, мне нужно было пройти, ну, как можно быстрее до этого, ну, набрать максимально очков, чтобы потом их, чтобы они потом обнулились. Так что я практиковался играть ночки. И когда вот сейчас вот мы, как только мы начали играть... Что? Брик гейм она называлась, Брик гейм. Ну, не помню, честно. О, Тэджи Миткер как раз пишет, да, она так и называлась. Нет, просто я не помню такого названия, ну короче, не суть. Я просто практиковался играть на очки все время, и когда я зарегался в турнире, для меня было непривычно все время играть не на очки играть, а на линии, это было, конечно, непривычно. Приходилось себя, типа, сдерживать себя, то есть я хотел все время палки, типа, дыры для палок сделать все время, а сейчас я себя сдерживал и сделал пока линии. Конечно, было не так интересно, как на очки играть. Ну, тоже, в принципе, прикольно, когда вот ты очень долго задерживаешься. Вот она моя сохранившаяся приставка Тетрис, без батареек, правда. Я показывал ее в своем выпуске, вспомнить все. Кому интересно, посмотрите. Кстати, я нашел баг в этой игре, я забыл заснять этот баг в шестом уровне. Так что надо баг фикс делать. А что вы баг думаете? Ну, я, может быть, как-нибудь запишу. Там на шестом уровне, там корабль летит, и он, короче, может насквозь тебя пролететь, и уровень не закончится. Он может прям насквозь пролететь. А ты вообще о какой игре говоришь? О Тетрисе. Ну, в Тетрисе есть там такая игра. Там летит некая шняга на тебя, и ты ее должен разбомбить. Да, есть такое. Это же не Тетрис. Это не Тетрис, это танки. Это босс в танках. Ну, это как в Galaxy ты играл, вот то же самое. Ну, там, да. Типа как того. Вот эта игра есть в моем Тетрисе. Там змейка еще есть. Ну, короче, смотри мой обзор. Так. Сейчас я почитаю то, что Сан-Марина написал. Сан-Марина пишет. Если честно, сам не знаю почему, так хорошо играл. В Тетрис играл немного, тем более в кооперативном режиме. В финале думал, встретимся с Эстебаном и Эль, но все равно напряжение было в финале. Вот такие вот замечания. Я, кстати, тоже рассчитывал на то, что Эстебан и Эль будут в финале. Но потом, когда они сначала слились, я вообще, ну, там реально игра была сама, ну, вся встреча была, все три раунда были очень слабенькие. Но я сначала думал, что будет Эстебан играть со мной. Ну, потому что у них, ну, по идее, должно было быть преимущество, потому что они очень удобно, они сидели прямо за одним компом и общались. То есть можно было очень круто все провернуть вообще конкретно. Но у них даже, ну, у них вообще не получилось. Да, обязательно после стрима поиграю в Тетрис свой. Вот так вот, такая ностальгия. Ностальгический стрим. Вообще, турнир задумался как памятный турнир. То есть, ну, памятный турнир. Это, прошлый турнир был два года назад. И вот, и вот этот турнир два года спустя, он как бы, ну, была мысль собрать всех тех, кто участвовал на прошлом турнире. Он был одиночный. Не всех мы собрали, не все согласились, но, но кое-кто пришел все-таки. И спасибо этим людям. Естественно, спасибо тем, кто впервые вообще принимал участие в турнире. Спасибо всем зрителям, болельщикам и так далее. Это был турнир по Тетрису. Вел его я, Липецк. Увидимся. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok